Всем огромный привет, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал Нафиса Уфа. Сегодня покупки Fixed Price. Первые мои покупки в январе месяце 2018 года. Но перед началом обзора хочу оставить отзыв также о средстве Synergetic, который я покупала в Fixed Price. Протестировала я два раза от Synergetic. Это у нас вот такое вот средство. Я знаю, что уже многие показали, многие приобрели, но я лично хочу оставить свой отзыв. Просто отлично справляется с жиром для еженедельной уборки, именно генеральной, духовки, плит, сковородок. Это просто, это она, вы знаете, за 99 рублей просто и правда же хорошо справляется со своей задачей. Но хочу также предупредить обязательно, обязательно, девочки, мальчики, перчатки, потому что это средство очень сильное. Берегите свои руки, кожу рук, свои ногти. А по аромату, аромат я никакой запах не ощутила. Мне средство понравилось, я его рекомендую. Очень-очень хорошие средства за свою цену. Для плит, сковородок, духовых шкафов. Если я правильно сказала, шкафов. Далее, наверное, все. Далее покажу быстренько покупки. То, что я некоторые повторила. Есть также новиночки. И первое, что я хочу вам показать. Я повторила вот такие вот, как называю их, тапочками для меня. Это туфли домашние женские балетки. У меня тоже с таким же узором бежевые тапочки. Я буду их называть тапочки. Вот. Я их ношу ежедневно. Они мне очень нравятся. У меня как-то спрашивали, не потеют ли ноги. У меня ноги не потеют. Мягкие, теплые, удобные, нельскользящие. За счет того, что вот у нас линолеум, они прилипаются. Вот эти вот, они такие интересные. Классные. Вот. Поэтому я взяла. Одни буду стирать, одевать другие. Или будут у меня лежать про запас. Почему я купила? Потому что мой размер на 38 размер. Трудно найти эти тапочки. Потому что там одни маленькие размеры. Где-то вот 35, 36, 37. Рекомендую. Поэтому если будет, и сама также буду повторять. Далее еще мои хорошие. Повторная покупка. Купила по необходимости. У нас такие же часы. Это повторная покупка. Только с другим рисунком. У нас висят на кухне. Я, если честно, даже не знаю, когда появились. Вы помните, да? Эти часы. Наверное, месяца 4-5. Они точно висят. Они отлично работают. Поменяли один раз только батареи. Эту я купила прихожую. При входе с улицы в дом. Чтобы были часы. Или куда-то, например, собираетесь выходить. Вот такие вот они. Есть там разные. Есть также и другие. Но я взяла именно, чтобы и дочка понимала цифры. Те, которые римские. Вот. Мне кажется, ребенку не будет понятно. Эти палочки. В общем, вот так вот. Поставила я батарейку. У нас в Уфе время 18 часов 40 минут. Очень симпатичные. Мне они нравятся. Единственный, вы, наверное, слышите, да? Звук. Но это не мешает. Так, вот здесь одна батарейка. Она в открытом виде вставляется. Единственный, конечно, минус то, что вот есть немножко шум от стрелки. Но в прихожей и на кухне они совершенно не мешают. Вот. Конечно же, рекомендую. Далее. Так, покупочка, мимо которой я не могла пройти. Я, девочки, не очень люблю фоторамки. У меня их всего две штуки, где у меня дети и мы с мужем. Но я не смогла пройти мимо одной фоторамки. Вот такая вот фоторамка. Мне понравилась. Понравилась вообще. Посмотрите, как интересная такая тема. Такой дизайн. 99 рублей, как вы видите, цена. Мне кажется, мне кажется, вот эти вот скучные немножко места можно оформить чем-то ярким, чем-то блестящим. Вот. А можно оставить так, как бы в старинном таком стиле. Посмотрите, тема Париж. И давайте откроем и посмотрим. Вот так это все выглядит. Здесь уже такие тоненькие в видеоткрытки. Вот. Интересно. Смотрите. Разве не супер? Как-то, знаете, необычно. Необычно, поэтому я приобрела. Наверное, я придумаю. И над часами в зал мне будет выглядеть очень даже интересно. Ой, так, прошу прощения. Здесь у нас вот такая вот веревка, за которую можно повесить. Вот такая вот интересная-интересная фоторамка. Вот так даже поставлю. Будет интересно. Далее еще 99 рублей. Тоже я видела. Я впервые его увидела у Лены. Лены лайф. Леночка, к тебе огромный привет. Это у нас аэрофутбол. Игрушка аэрофутбол за 99 рублей. Теперь в футбол можно играть в помещении. Батарейки в комплект не входит. Подходит для игры на любых гладких поверхностях. Защитный буфер обеспечит безопасные отскакивания от стен и других предметов. Свет от встроенных лет лампочек позволит играть в темном помещении, которое, наверное, мы вам продемонстрируем. Так, здесь у нас инструкция, коробочка. И вот так выглядит у нас аэрофутбол. Такой легкий. Здесь именно то, что защитный, который от удара защитит вашу мебель, ваши ноги. Рассветки были у нас черные вместо зеленых и красные. Я детям купила вот такой вот нейтральный наш любимый цвет. Здесь у нас батарейки. Мы уже закрыли. Батарейки у нас три штуки здесь. Так, пальчиковые батарейки. Вот как на часах я покажу вам сейчас. Вот такие вот батарейки пальчиковые. Вот три штуки. Здесь у нас включатель. Такой фен. Знаете, сушилка для ногтей. Идет холодный-холодный, прохладный, приятный воздух. И сейчас постараемся вам показать, как же ведет эта игра себя на полу. Мы с сыном немножко для вас поиграем. Думаем, что за счет вот этого потока воздуха держится. Интересная игрушка. В общем, я рекомендую. Все. И Алиюшка присоединила. Всем привет, Алия. Всем привет. Да. Мне тяжеловато пинать, конечно, потому что я держу планшет и не вижу, где у нас футбол. Мяч Айра. Такой вот звук легкий, ненадоедливый. Мне нравятся светящиеся, такие красивые цвета. Легкий. Рекомендую. Да. Прям вообще. Пинать одно удовольствие. Включили цвет, потому что в темноте всей красоты не увидим. А мы с дочкой поиграем. Ну да. Вот. Вообще супер-супер. Я рекомендую. Мне кажется, не только детям, подросткам. Можно даже взрослым поиграть. Не на улице. Это аэрофутбол для дома. Это для помещения. В общем, все. Из улицы грязный мяч на скат. Да, вот. Здесь у нас вот такой воздух. Вот. Классный. Во. Видите, сама катится. Многие, может, мне напишут, что долго задержались на одном предмете. Но я просто в восторге. Я сама, как ребенок, в восторге от этой игрушки. Мне кажется, вот я сразу подумала, надо было ей купить еще один. Я не знаю про запас. В общем, надо было всего за 99 рублей. У меня еще раз повторяемся рядом Алиюшка. Всем привет. Да. Давай расскажи свое мнение об игрушке. Аэрофутболь. Это аэрофутбол, который можно играть в помещениях. Да, дома. Как тебе? Понравилось? Да. Очень интересно. Крутой. Крутой, светящийся, легкий. Такой воздушный, ветреный. В общем, супер-супер. Конечно же, рекомендуем. А сейчас Алиюшка покажет то, что мы купили ей. Книжки на каникулах. Да, читаем мы на каникулах. Она будет это, конечно, читать все самостоятельно. Я буду слушать. Это серия «Мои любимые сказки» Диснея. Первая книжка. Давай вот так. Холодное сердце. Да, Холодное сердце. Давай немножко покажем. И страницы покажем. Поиграем в волшебство «Ледяные игры. Снежный великан». Здесь рассказы-сказки, зеленые на несколько частей. Самый раз для первоклассника. Крупные такие буквы, не мелкие. Интересные, яркие рисунки. Все-таки первоклассник это... А ему и не лиза. Да. Наоборот. И ребенок все-таки. Им тоже очень интересно. Да? Да. Да. Вот такие они яркие. Первая книжка. Вторая у нас... Принцесса Авалора. Здесь два рассказа. Королевский Новый год и золотой геккон. Тоже такие же у нас крупные буквы и яркие рисунки. Далее, Алиюшка, какая у нас? Ариэль. Называется «Принцесса». Ариэль. «Зимняя сказка» и «На поиски сокровищ». Здесь у нас два рассказа. Также они крупные, яркие, яркие, вот такие вот интересные. Это Рапунцель. Так, дальше, да, Рапунцель. Дальше у нас София. София. Прекрасная тоже. С Солофом. Да, с Олафом тоже смотрим мультики, да. «Сказка о мисс Крапиве», «Бал Маскарад». Тоже быстренько. Вот такие вот они яркие, крупные. Вот. И еще одна книжка, которая... «My Little Pony». Да, Алиюшка уже начала читать эту книжку сегодня, «Little Pony». Здесь у нас три рассказа, а не два. «День горячего очага», «Праздник для всех», «Сердце копыта». Посмотрите, какие книжки качественные, переплет жесткий. Вот так вот начинается второй рассказ. Вот они вот такие. И цена у них уже не наклейка, а такая вот фиксированная. Вот. Их также можно найти в Facebook, Instagram и ВКонтакте. Ты довольна такими книжками? У нас еще неделя каникул, будем читать. Да. А сейчас я покажу то, что мы уже... Читали. Да, читали. Дело в том, что в последний день декабря задали как бы домашние задания на каникулы, а библиотеки уже закрыты, а в магазинах, если честно, очень дорогие книжки. Мы читали через мамин, да? Мой планшет. Да, нашли крупные стихи, им задали Корнея Чуковского. Да, Корнея Чуковский. Вот. Мы прочитали. Расскажи, какие мы немножко от темы фикс-прайс. У меня все-таки канал такой болтологический. Какие мы прочитали? Майдадыра. Майдадыра мы прочитали. Федорина Горя. Федорина Горя. Муху, Цокотуха. Туку, еще. Айболита мы прочитали. Вот. И будем дальше также продолжать, когда мама отдыхает, читать. И сегодня, девочки и мальчики, сегодня я увидела две книжки Корнея Чуковского, Чуковский, которому я была очень-очень рада. Они по 55 рублей. Вот такие вот интересные, посмотрите. Такие красивенные. Вообще вот качественно все сделано, красиво. Вот. Взяли, чтобы все-таки она и взяла в школу, чтобы учитель видел, что мы читали, мы читаем, стараемся. И думаю, что еще ты повторишь, да? Ей очень понравилось именно вот этот рассказ, стих Муха, Муха, Цокотуха. Цокотуха. Да, Алюшке очень-очень понравилось. Яркие. И формы интересные. Да. Нет, не дело в том форме. Я говорю про рассказ, который тебе подарили. И еще вот Федорина Горе тоже было. Мы прочитали его уже. Она мне все рассказала. Была бы еще рада, чтобы были еще несколько таких книг, да, в фикс-прайсе. Были бы, конечно, очень рады. Далее покупки, которые я повторяю. Это вот такая новинка. Мне кажется, они внутри все одинаковые почти. А дышащие, ароматизированные. Просто вот такую желтую я еще в фикс-прайсе не встречала. Это самая лучшая выгодная цена. И просто отличные женские штучки. Также по 55, прошу прощения, по 55 рублей были мои вот такие вот хотелки. Смотрите. Это у нас форма для выпечки порционная. Вот. Вот размер показать. У нас же есть, да, линейка что-нибудь показать? Размер принесешь? Ладно, я пока расскажу. Посмотрите. Были также фиолетовые. Но в этот раз почему-то я люблю фиолетовые. Я и зеленые очень люблю. Взяла я зеленый. Выполнено качественно. Я не вижу вообще. Вот видите. Ни сколов, ни сарапин. Ничего. Вот они все. Но единственное. Вот нас 4 человека. Муж, я, сын и дочка. А потом думаю, что для мужа, конечно, это будет, наверное, все-таки маловато. Потому что они и правда же очень маленькие. Вот. Очень маленькие. Видите ладошку? Давайте мы померем. Желеную. Да. Желеную линейку Алюшка принесла. Давайте посмотрим. Так. Давай вот так уберем. Опа. Так. Вот отсюда я возьму. Это сверху 10. А снизу 7 с половиной. Вот. 7 с половиной. И вот высота. Возьмем середины. Середины. Это у нас 6. 6. 7 с половиной. 8. Так. Еще здесь вот возьмем. Тоже 7 с половиной. Очень маленький оказался. Вот. А потом думаю, что можно даже для порционного салата применить. Почему именно? Для духовки, да? Такой интересный. Суп тоже может быть. Нет. Суп, наверное, неудобно будет. Мне кажется, для порционного салата тоже будет удобно. В общем, посмотрим, не пропадет. Потому что кушать такие вещи не просят. Вещи нужные. Да. Далее еще одна покупка. Покупка последняя. Для нас новинка. Это наклейка декоративная. Светящаяся в темноте. Посмотрите, какая красота. Вот. 4 вида наклеек. У нас были вот такие. Много таких. Много. Вот эти висели две штуки. Теперь жалею, что не взяла. Вот такая наклейка была в единственном экземпляре. Одна, которую я забрала. Посмотрите, какая красота. Вам бы, конечно, постараться показать. Я не обещаю, что в этот влог обзор я пущу. Вот. Здесь у нас инструкция. Достаточно поднести к наклейкам источник свет, лампу, фонарь. Лишь на несколько секунд. И они станут светиться во много раз ярче. Наклейка накапливает свет в дневное время. Так. И показывает его в темное время суток. От степени освещенности помещения. Здесь такая вот инструкция. Очень красиво. Мне кажется, согласитесь со мной, мои хорошие, что из всех наклеек, из всех, самые красивые. Ну, также, конечно же, и вот это. Но для мальчишек, для детей, конечно, и вот эти вот. Для астронавтов, которые любят планеты. Вот. А для нас, девочек, самые лучшие вот это. И вот такие были покупочки. Я осталась всем-всем довольна. С формами для выпечки я разберусь. Как-нибудь. Пока еще не знаю. Потому что слишком какие-то маловато оказались. Вот такие были покупки. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Думаю, что в конце января у меня будет конкурс. Конкурс будет небольшой. Один победитель. Я еще придумаю, какие будут призы. Конечно, что-то из фикс-прайса будет. Что-то и что-то другое. Подписывайтесь. Пишите комментарии. Всем до новых встреч. И всем пока-пока. Пока. Мама.